Ну, здесь спрашивается, в славянно-арийских и ведах, написанных 40 тысяч лет назад, не написанных, а записанных, если говорить о Перуне, посещении Земли, он прилетел и сообщал жителям, нашим предкам, то, что будет 40 тысяч лет наповеред, были предсказаны все события, которые произошли, и вопрос, почему боги, предстоит светлых сил, не вмешивались происходящие на миргад земли события, если они их знали заранее. Не захотели, не могли, и еще какая-то притча, и что можем сделать мы, простые и смертные, если даже боги не могут помешать темным силам творить свои грязные дела. Вот это тоже отпечаток, уже думаю, христианства, прямым или косвенным образом, но он есть. Во-первых, постараюсь ответить вопрос, наиболее объемно, полно, то, что, понимаете, одно дело события видеть, а одно дело события изменять. Понимаете, вот опять-таки, сказываются среды уже искажения миропонимания. То, кого называли наши предки богами, это не были всевышние, которые творят вселенные и тому подобное, понимаете. Это были разумные существа, люди, некоторые из них существовали. Помните, источник жизни, почитайте, раздел, где в богах раскрываются крытые силы, помните, да. Значит, это просто люди, которые достигли эволюционного уровня, большего, чем другие. То есть, в силу своих генетических способностей, потенциал генетического способности, сущность, комбинат, все, дает возможность тому или иному человеку продвинуться в развитии дальше. Вот они вышли на уровень творца, но уровень творца, это не значит, что вот вы только проклюнулись, творцом стали, да, и вы сразу можете вселенную вращать и создавать. Ничего подобного. Просто проекцию провели, что вот навязанных христиан, что бог, это значит, может, все. Опять-таки, правильно будет то, что наши предки называли, это не бог, а иерарх. То есть, человек, в данном случае, большинство человек, который вышел на уровень творения, имеющий в виду создавать что-то. И этих уровней, под уровней, после этого существует множество. И все зависит от того, на каком уровне развития находится тот или иной иерарх. И поэтому, если в тот момент Перун находился на определенном уровне развития, гораздо выше, чем все остальные, естественно, то, что он мог делать, это было недосягабо для подавшегося большинства людей, того его уже имени. Это не значит, что если он мог видеть события в будущем, что он мог менять будущее. Это первое. А второе, что мы можем делать с, если, типа, смертные, простые. Смертным мы становимся тогда, когда мы сами себя гробим, когда мы умираем внутри. А вот если каждый человек будет стараться продвинуться вперед, и пускай даже он не продвинется очень много, но он продвинется максимально, что он сам может, он реализует сам себя в этом воплощении. Понимаете, задача каждого не добиться чего-то, того, что он не может добиться. Задача каждого добиться самореализации, максимальной самореализации. И здесь нельзя сравнивать, вот почему он добился того-то, а почему я этого не добился. Почему он это смог сделать? Вот это вот, то, что навязывается нам, это вот гнилость, извините. Нужно радоваться за другого человека, если он смог добиться чего-то. Ага, это помните, как анекдот? Друг собака, машину себе купил, когда в советское время, помните, да? Так далее. Нужно, если человек это сделал честно, своим трудом, не убив него краф и так далее, нужно радоваться за другого человека, что он смог достичь чего-то. Поэтому, когда мы живем в себе такое рабство в душе, это рабы ведут себя, они завидуют другим. А человек свободный, он никогда не будет завидовать другому. Зачем? Свободный человек в том плане самореализации. Он знает, что и кто он, и зачем. И поэтому, если мы, каждый из нас будет делать то, что он может и максимально, а не думать, а, это невозможно. Понимаете, невозможное, оно почему невозможно? Потому что мы сами ставим блокировку. Конечно, не у каждого получится. Но все равно, если человек сделает, у него получится что-то. Пускай не все, что он хотел, но получится все-таки что-то. И это что-то будет гораздо больше, чем ничего, с моей точки зрения. И поэтому каждый человек, на любой ситуации, должен, с моей точки зрения, действовать. Заниматься того, чтобы добиться всего. А вот что, смогу я это сделать или нет. И придут в это усилие. Через именно труд, колоссальный труд, человек может продвинуться. Понимаете? И, понимаете, многие считают, потому что опять-таки навязали. Делать ничего не нужно. Вот, типа, за Господь Бог все сделает. Или посидит, только попросите, и все дадут. Вот кому-то дали чего-то. Вот сколько тысячи лет, ничего-ничего не получают. Сколько не просят, кроме проблем, ничего не получают. Поэтому уже поразвелят вывод. Что просить, никого ничего не нужно. Нужно добиваться своим трудом. Продолжение следует...